Неприятный сюрприз подложил под новогоднюю елку своим телезрителям телеканал Интер. Концерт «Жди меня в Новый год» с участием одиозных российских звезд, многие из которых известны своей антиукраинской позицией. Некоторые из них, такие как Кобзон, объявлены в Украине персонами Нонграда, заслуженно объявлены. Вспомните лишь, как подробности рассказывали, как тот совсем недавно выступал перед сепаратистами на востоке Украины и пел гимн Новороссии. Я хочу отметить, что служба информации, которая готовит выпуски новостей, программы подробности, подробности недели и черное зеркало, структурно отдельная единица на Интере. Топ-менеджмент канала не влияет на нашу редакционную политику, как и мы не влияем и не участвуем в создании проектов и программ в эфире канала. Таким образом, концерт «Жди меня в Новый год» был и для нас столь же неприятным сюрпризом, как и для миллионов телезрителей. Вообще, весь этот российский шабаш и, можно так сказать, антиукраинская оргия в эфире украинского канала вызвала огромный резонанс в социальных сетях и реакцию политиков. Так, министр информполитики Юрий Стейц на своей странице в Фейсбуке предложил запретить показывать по телевизору персон Нонграда. С критикой на своей странице в Твиттере выступил и пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.